Белое солнце пустыни по-армянски, как сложилась судьба армянина, остановившего Энвер Пашу, главного басмача Средней Азии. Армяне никогда ничего не забывают и за все платят тем же самым. Как, например, в случае с Энвер Пашой, военным министром Османской империи и одним из главных организаторов геноцида 1915 года. Я освобожу Среднюю Азию от русских. После Первой мировой этот турецкий политический деятель, прежде воевавший против Российской империи, нашел себе новое прибежище в СССР. И волею судеб даже оказался в Средней Азии. Дело в том, что большевики посчитали, идеи пантюркизма, что проповедовал Энвер Паша, помогут Красной Армии в борьбе с исламистским басмаческим движением. В Бухаре Энвер Паша должен был в 1921 году представлять интересы советского правительства с представителями местной Бухарской народной республики. Однако, прибыв в Бухару, Энвер Паша ожидаемо перешел на сторону басмачей. Объединил идеи пантюркизма и панасламизма в освобождении Средней Азии от русского владычества. Собрал мощный отряд, взял Душанбе и потребовал полного вывода советской армии села территории региона. В 1916 году я уже поднял всю Среднюю Азию на восстание против русских. «Теперь сделаю это еще раз и окончательно, установлю здесь великий Туран», — хвастался Энвер Паша. Одного не знал спесивый Энвер Паша, за него уже взялись армянские народные мстители, горевшие жаждой поквитаться с Пашой за события 1915 года. Ибо бывший турецкий министр попал в черный список армянской тайной спецоперации «Немезис». Армяне идут по следу. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Так, штаб Энвера Паши обнаружил и вычислил армянский чекист Георгий Агабеков, Геворг Арутюнов, под видом торговца, внедрившийся в местное население. Но непосредственно с басмачом 4 августа 1922 года разобрался другой армянин, Яков Мелькумов, окоп мелькумянц, командир-командир 1-й кавалерийской бригады 1-й туркестанской кавалерийской дивизии. Туркестанского фронта РКК. Яков тайно вывел свой отряд к Кишлаку-Чаган в 25 километрах. От города Бальджуван на территории современного Таджикистана именно там скрывался Энвер Паша. Штаб басмачей вместе с Энвер Пашой пытался скрыться в горах, однако его мастерски догнал эскадрон бойцов Якова Мелькумова, писал в отчетах Георгий Агабеков. Из 31 бандита ушло лишь трое, Энвер Паша не ушел. За грамотно спланированную и успешно проведенную спецоперацию Яков Мелькумов награжден был Орденом Красного Знамени, втором по счету. Такой вот товарищ Сухов по-армянски. В дальнейшем Яков Мелькумов продолжил принимать участие в боевых действиях против среднеазиатских басмачей. Поднялся до должности комдива и участвовал в разгроме бандитов на территории Туркмении и Таджикистана. А в 1930 году также руководил советским ударом по басмачам в соседнем Афганистане. Увы, 1937-1934 году наш герой закончил военную академию имени Фрунзе и стал помощником командующего войсками среднеазиатского военного округа. Увы, жернова сталинских репрессий героя не миновали. В страшном 37-м Яков Мелькумов попал в лагеря, однако выжил на Колыме. В мае 1954 года все же был освобожден и реабилитирован, восстановлен в звании комдива. Остаток жизни Яков Мелькумов провел в Москве. Написал книгу мемуаров туркестанцы, где подробно описал борьбу с басмачами в Средней Азии. Ушел 3 июля 1962 года.